Всем привет! Итак, начинаем второй мой прямой эфир с очень интересным названием и очень интересной темой. Как же все-таки можно заработать на строительстве своего загородного дома и вообще возможно ли это, а также сколько можно заработать и каким именно способом. Мне кажется, эта тема достаточно актуальна для тех, кто, а, имеет, может быть, стабильный недостаточный заработок, и, б, имеет свободное время для того, чтобы как-то им распорядиться с целью приумножения своего личного благосостояния. Итак, если готовы, поехали. Почему нужно обратить внимание на сферу именно загородного строительства? Ну, прежде всего, в январе произошло достаточно уникальное знаковое событие, а именно, вернее, в феврале, а именно, Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 30% больше на загородку, чем на покупку квартир. То есть, загородка вошла в топ спросов по ипотеке. И, соответственно, все больше и больше количества людей берет кредит ипотечный по разным программам, либо льготный, либо обычный, и начинает строить дом. С какими целями они строят? В основном, для себя, доля людей, которые строят на продажу, то есть с целью заработать, пока очень-очень мало на этом рынке. А это значит, что самое время заняться этим вопросом. Ходить по уже протоптанным тропинкам можно, но там, соответственно, и доходность на порядок ниже. Итак, что нам помогает? Как я уже упомянул, это льготная ипотека. Дальше, по данным ЦАНа, люди интересуются больше покупкой готового дома, и только 30% готовы заниматься строительством. Поэтому, если мы сможем предложить на рынок готовый, интересный, вкусный проект готового дома, то есть построенный дом, то это будет востребовано, и люди с удовольствием будут приезжать и смотреть. Стоимость недвижимости потихоньку растет. Это уже не 2 и не 4 миллиона рублей за дом, а уже приближается к 10-15. Соответственно, люди начинают привыкать к высоким костам, и, соответственно, начинают понимать, что хороший дом не может стоить дешево. И уже морально перешагнули планку дешевизны, понимают, что придется заплатить за хороший продукт, придется заплатить. И, соответственно, они уже морально к этому готовы. Ну и инвестиции в загородную недвижимость дают большую доходность сейчас, по крайней мере, чем инвестиции в квартиры. Я это подробно разбираю на отдельных кейсах, сколько можно заработать на покупке квартиры, скажем так, на стадии котлована и продажи на стадии готовности, сколько можно заработать на флиппинге, это реконструкция, скажем так, вторички или покупка квартиры в бетоне, дальше ремонт и продажа уже готовой квартиры там на эмоциях. Ну, а сегодня мы рассмотрим, как абсолютно любой человек, даже не имея никаких знаний и, в принципе, даже опыта в строительстве, может начать зарабатывать на этом рынке. И при достаточном старании можно зарабатывать от 200 тысяч, дальше порог не ограничен. Один из кейсов, который я сегодня буду разбирать, это моя знакомая, которая работает в Тюмени, строит одновременно 6 домиков, строительный цикл у нее порядка 6 месяцев, она их строит, продает, начинает с следующей, и так по этапам она спокойненько работает, не напрягаясь в своем регионе и очень даже неплохо зарабатывает, сколько я покажу позже. Итак, что есть точка отчета или нулевой шаг для строительства загородной недвижимости? Ну, прежде всего, необходимо разобраться в технологиях строительства домов. Для этого вам не нужно учиться 5 лет в ВУЗе, получать профильный диплом, образование, состоять в национальном реестре Норприз или Норстрой, а в принципе получить базовые знания можно и, допустим, поучившись на каких-то курсах или купив какие-то курсы, где люди подробно, мои коллеги спокойно подробно рассказывают, как можно научиться разбираться в технологиях, в материалах, в этапности строительства. Ваша задача получить эти знания для того, чтобы научиться управлять людьми, которые будут строить ваш дом. Своими ручками вам пока не рекомендуется ничего делать, мне об этом речь идет. После того, как у вас появятся знания и навык строительства частной недвижимости, вы сможете это монетизировать, а именно начинать на этом зарабатывать. И есть как минимум 5 способов, как на этом заработать. Давайте разберем и посмотрим все 5, ну а подробно остановимся там на одном, который я потом попозже презентую. Итак, если вы строите объект для себя или на продажу, то, прежде всего, это заработать на экономии материалов, технологии строительства и не дать себя обмануть. Ну а также не превратить струйку в резиновую, потому что каждый день строительство стоит денег. Соответственно, если вы научитесь делать это, то вы уже, считайте, заработали. Дальше. Вы можете оказывать, опять-таки, вы заработали, если вы строите для себя или дом на продажу. Сэкономили кост стартовый, заработали на выходе. Следующий момент – это оказание услуги по проверке земельного участка и дома перед его покупкой. Как это сделать? Мы в апреле запускаем соответствующий сервис, который поможет вам проверять ограничения обременения, сервитуты, сети и так далее по земельным участкам. Стоит это копейки, но вы можете эту услугу оказывать на рынке. И можете научиться проверять дом перед покупкой. Тоже для этого есть отдельные мини-курсы, отдельный урок, как это сделать. Дальше. Вы сможете оказывать услугу по сопровождению строительства. То есть, выполняя функцию либо руководителя проекта строительства, либо просто инженера, не инженера, а специалиста технического надзора, который сопровождает строительство от первого шага до ввода в эксплуатацию. Дальше вы сможете создать свою строительную компанию, которая будет строить домишки мелкого формата, среднего или более крупного. Все зависит от ваших навыков, от ваших умений и от ваших организационных способностей. Потому что старты инвестиций в строительную компанию не такие уж и высокие. Ну и главный момент, который я хочу разобрать, это инвестиции в строительство дома. То есть, подбор участка, строительство дома и продажи его. Как на этом заработать? Сколько можно заработать? Вот это основная тема этого урока. Итак, давайте посмотрим. Пошагово теперь. Экономия денег и времени во время самого строительного процесса. Если где-то сэкономил, как я уже сказал, то это значит, в принципе, ты заработал. Но для того, чтобы не терять деньги и время во время стройки, есть не тысяча, а больше факторов и малейших деталей. У меня ушло больше 30 лет для того, чтобы я наконец-таки стал разбираться в деталях всего этого большого комбайна, который называется строительство. Но для того, чтобы вам начать разбираться, не надо проходить и проползать на пузе все котлованы, все стройки. Достаточно просто внимательно, четко прослушать курс и выполнять пошагово то, что там написано. Ну и действовать строго по чек-листам, где каждый шаг отмечается соответственной галочкой. Проверил, посмотрел, убедился, выполнено. Поставил галочку, следующий шаг. Не надо ничего выдумать. Шаг левый, шаг вправо, уже где-то ошибка. А идя строго по чек-листу, можно совершенно четко дойти от начала, от точки А до точки Б, завершения строительного проекта. Так вот, курс сейчас содержит более 40 уроков. Они, в принципе, все подъемные. И рассказывают о нюансах строительства, о выборе технологий, о выборе материала, о том, где можно подскользнуться, о том, где вас ждут подводные камни, о том, как правильно заключить договор с подрядчиком и как правильно выбрать подрядчика. Если вы работаете по индивидуальному проекту, то как заключить договор с вашим проектировщиком? Что-то надо включить, как потом принять работы? Если вы работаете по типовому проекту, то как правильно выбрать типовой проект? Какие проекты сейчас востребованы? Что сейчас является трендом и спросом в загородке? Все это дело я подробно описываю, рассказываю. Таким образом, если вы будете идти по этой тропинке, обозначенной галочками и чек-листами, вы не свернете ни вправо, ни влево, а дойдете строго до конца, причем кратчайшим путем. И в сжатое время, сжатые сроки и самое главное за нерезиновые деньги. То есть вы четко зафиксировали сумму на старте и дальше идете по чек-листу. Таким образом, вы попадаете и в срок по времени, и по деньгам. Если вы еще раз следуете всем этим этапам, которые прописаны, то вы будете использовать уже готовые отработанные шаблоны договоров. И вот там квинтэссенция. То есть большой строительный контракт, это занимает десятки страниц, от 30 и выше. Мы подготовили нормальный, съедобный, читабельный договор, где отразили договор на строительство, договор на ведение строительного контроля или технодзора, договор с проектировщиком, где отразили самые главные существенные моменты. Там квинтэссенция выделена. Поэтому, если использовать эти готовые шаблоны, вы застрахуете себя и справа, и слева, и сверху, и снизу. И сможете совершенно спокойно довести, казалось бы, утомительное и скучное дело, а также тяжелое, которое называется стройка, до конца, и даже получить от этого удовольствие. При этом можно достаточно хорошо и неплохо сэкономить. Я как-то считал, что можно сэкономить от 50, но мы в презентации написали, до 100% затрата стоимости дома. То есть за ноль, конечно, дом построить нельзя, но до 50% сэкономить можно. Это на сегодняшний день от 2 миллионов рублей и выше. Ну и, соответственно, экономия по срокам тоже может быть достаточно значительной, потому что не наступая на грабли, не переделывая, не меняя подрядчиков, не меняя материалы, но вы можете очень существенно сэкономить и сжать стройку. То есть 4-6 месяцев легко сэкономить, если идти строго по программе, грубо говоря, как раньше станки шли по перфоленте, так вот идти строго по пунктикам. Можно совершенно четко доползти до финиша, достаточно в сжатые сроки. Сейчас дом можно построить от 2 месяцев до 6, совершенно спокойно, практически при любой технологии. Помимо существенной экономии на строительство, как я уже говорил, вы можете оказывать услуги по проверке земельного участка и дома перед до покупки. Но это способ, который практически не требует от вас ни затрат, ни инвестиций никуда. Если вы собираетесь делать серьезное обследование дома перед покупкой, то там понадобится специальное оборудование, но его можно взять в аренду именно в этот день, научившись им пользоваться заранее, приехать там обследовать, там тепловизор, еще там ряд приборов, которые позволяют провести обследование дома. И, соответственно, если действует тоже по чек-листу, вы можете, человек, которого заказал эту услугу, совершенно спокойно отчитаться о проверке и о качестве выполнения строительно-монтажных работ. Но здесь все-таки эта услуга больше для специалистов-пГСников или для специалистов технического надзора. Но, опять-таки, чек-лист позволяет выполнить все этапы этой процедуры. Доход, который вы могли бы получать, если пройдете, допустим, все этапы обучения, он достаточно индивидуальный, он зависит больше от того, сколько времени вы можете уделять этому виду зарабатывания. То есть, сколько вы можете взять домов введения, если это консультация или введение полного строительного цикла, а также от того, сколько стоят услуги в этом регионе. Но, по моим расчетам, заработок будет составлять от 50-60 тысяч, если вы ведете, допустим, один-полтора дома условно и работать в свободное время, то спокойно там 150-300 тысяч рублей. Это без инвестиционных затрат, это чисто продавая свои руки, голову и знания. Услуга по зарабатыванию на сопровождении строительства. Вот как раз-таки я описал сейчас больше, с чем она связана. Но здесь, на этом сайте представлено то, что я вам сейчас сказал, только в описательном виде. В принципе, повторяться не буду. Желающие услышать меня услышали. После прохождения курса, и тем более после строительства по нему первого дома, когда вы первый объект построите, пройдете четко по всем пунктам, по всем чек-листам, которые у вас будут на руках, вы уже будете четко представлять, из каких этапов, какой последовательности, как поставлять материалы, как заключать договоры, как принимать работы, как работать с исправлениями, там косяковые недостатки, они есть на любой строке у любого подрядчика. Но вы, по крайней мере, будете знать, что с ними делать. Вы сможете после строительства своего первого дома уже, в принципе, начинать оказывать такие услуги, подобные услуги на рынке. Но первый дом я рекомендую все-таки построить либо для себя, либо для себя и на продажу, вложить какие-то средства, заработать на этом и дальше начинать оказывать услуги. Во-первых, у вас будет реализация уже успешных кейсов, во-вторых, вы будете понимать, где можно нарваться на подводные камни и где можно не ошибаться. Ну и на всякий случай услуга организации строительства это стоит примерно 4-6% от стоимости самого дома. То есть, в принципе, вы можете продавать свои знания и оказывать услуги знакомым, коллегам или просто на свободном рынке по строительству для людей домов. Ну, по крайней мере, сопровождая процесс строительства, выполняя, в частности, руководителем строительства или там выполняя функцию технического заказчика. Ну и, соответственно, в итоге вы можете создать свою строительную компанию, которая уже базируется и на вашем опыте, на опыте тех прорабов, которые вы привлечете, мастеров, бригадиров и сможете начинать строить дома, таким образом не отдавая еще строительную маржу на сторону бригадам или там строительным компаниям. Но строительство на сегодняшний день все равно является, как ни крути, достаточно прибыльным и востребовательным бизнесом. Ежегодно в России вводится порядка 410 тысяч домов индивидуальных, построенных за городом. Это огромная масса. По количеству ввода мы давно уже обогнали, ИЖС обогнала, а мы в квартирные дома. И люди все больше и больше обращают внимание на загородное жилье. Поэтому рынок большой, рынок растет и услуги подрядчиков, строителей, которые умеют строить дома загородные, они все больше и больше востребованы. По крайней мере, у всех строителей сейчас практически очередь. У толковых строителей, я имею в виду. У тех, кто умеет делать, умеет отвечать по условиям договора, создает качественный продукт и, самое главное, потом не бросает своих заказчиков на перепутье. Как я уже говорил, из 110 миллионов квадратных метров, введенных в 2023 году, на ИЖС приходится 59 миллионов или 54% всего ввода. Итак, что вам необходимо для того, чтобы получить знания и навыки именно для этого? Пройти и тщательно изучить материалы будущего курса, который сейчас для вас пишется и который скоро будет уже в доступе. Сейчас записан уже мини-курс, вы можете его посмотреть, оценить, понять, надо вам это или не надо, и дальше уже делать ося выводы. Четко следовать всем урокам, инструкциям, шагам и чек-листам. Там нет ничего лишнего. Там все четко по делу. И самое главное, идти и не отступать. Не надо даже ничего выдумывать. Как вот в боевом уставе для Красной Армии. Да, он написан кровью, а здесь написано опытом, потом и нервами. В случае необходимости задавать вопросы в поддержку, у нас существует бесплатная консультация 24 на 7. Но до начала мы обучили нейронную сеть, то есть загрузили в нее вообще всю возможную информацию, которая сейчас существует. Это все снипы, все нормативы, требования, опыт, курсы свои, курсы конкурентов, курсы коллег, чего там только они загрузили. Поэтому бот может совершенно четко отвечать сейчас на интересные вопросы возникающие лиги по строительству. Ну или консультация специалиста, если не устроил ответ нашей нервной сети. В идеале построить первый дом самому до прохождения на практике все процедуры строительства для себя или на продаже. Это то, о чем я говорил недавно. Значит, и еще достаточно важный момент. Перед началом строительной деятельности, именно как специалиста на рынке, то есть не для себя, а предлагая услуги, вам необходимо все-таки изучить положение градкодекса. То есть градкодекс надо, как говорил Стаббендер, кодекс надо чтить. Так вот, в стройке надо чтить градкодекс. Все строительные компании должны выполнять свою работу на основании нормативно-правовых актов, которые там написаны. Его надо изучить. Поверьте, это важно. Ну и продумать, разработать финансовый план, он приведет вас, вашу компанию, вашу деятельность к достаточно быстрой окупаемости. Это может быть от полугода до полутора лет. Какие-то вложения все равно на старте от вас понадобятся. Ну и вам необходимо учесть несколько рекомендаций. Если вы строите на продажу, то не пытайтесь удешевить себестоимость за счет самых дешевых строительных материалов. Конечно, никто вас не толкает брать самые дорогие материалы, особенно, когда строите не для себя. Для себя вы вольны выбирать любые материалы, потому что вам потом в этом доме жить. А если строите на продажу, не берите самые дешевые. Во-первых, это видно, люди это понимают. Во-вторых, потом не наплачетесь, разгребая претензии, а вы все-таки по пять лет должны будете отвечать за то, что вы построили по город-кодесу. Гарантийный срок. Поэтому, если вы будете очень сильно экономить на материалах, можете разрушить свою репутацию, потерять клиентов. Экономить надо на том, что вы можете заключить договор с компанией, поставляющей качественные материалы, и за счет того, что начнете с ними работать широко и масштабно, получите уже даже на самом начале своей работы, в самом начале получите достаточно неплохие скидки. Дальше, что я еще рекомендую, это лично вести первый проект, это полное завершение. То есть, первые дома, то есть, первые там 4-6 месяцев потребуют вашего личного участия, там практически, ну, ну, не ежедневно, если вы не можете себе такого позволить, но хотя бы еженедельно, это 100%, вы должны быть на объекте. Обязательно необходимо вести фотофиксацию и документирование основных строительных работ, согласно черплисту. То есть, история строительства должна четко складываться в такую электронную папочку, да, начиная там от подготовки площадки, от вырубки деревьев, выкорчевывания, подготовки котлована, как котлован, днище котлована уплотняется, если это, соответственно, дом с фундаментом или забивается сваи. Все это надо фотофиксировать, документировать, и тогда дом, который вы построите, будет иметь историю свою, историю, в медицине история болезни, у нас история строительства. Поэтому, в любой момент можно, во-первых, поднять и посмотреть, во-вторых, можно доказать, всегда будет в суде, если что-то пошло не так, и в-третьих, ваш будущий покупатель вашего дома будет видеть все этапы строительства, вот все фотографии, и он поймет, что он покупает не кота в мешке, а что-то такое серьезное, последовательно, и, по крайней мере, задокументированное. Ну, и я бы очень рекомендовал, особенно первые объекты, ввести обязательным приглашением специалистов строительного контроля или технодзора, так называемого. И эти специалисты могут выявить нюансы, которых вы даже не подозреваете. Ну, грубо говоря, там, насечки на арматуре, елочка идут или в одну сторону, да, соответственно, отсюда уже класс арматуры, марка арматуры, и, соответственно, несущая способность. У меня вот на одном объекте технодзора выявил, что привезли арматуру, несмотря на накладную, она, там, на 30% несущая способность была у нее ниже, и, соответственно, балка, связанная с этой арматуры, она бы просто прогнулась. Вот он на входном контроле вовремя это выявил, и мы, соответственно, претензионным порядком заменили мне поставщики, поменяли арматуру, забрали эту, привезли новую. То есть, вот специалисты строительного контроля позволяют избежать вот таких нюансов и нюансиков строительства на каждом шагу. Поверьте, это люди, во-первых, с опытом, во-вторых, они, опять-таки, действуют четко по алгоритмам работы, по чек-листам, которые, в свою очередь, получают либо сами из, там, каких-то курсов, с какого-то опыта, либо берут уже готовые и действуют по ним. Это важно. Ну, а теперь рассмотрим, как я и говорил, подробно пятый, самый, на мой взгляд, интересный, востребованный и доходный вид заработка. Это инвестиции в строительство дома с целью его последующей продажи. Стоимость жилья с момента, ну, от начала до строительства, его окончания, как правило, стоимость дома возрастает примерно в два раза от себестоимости, которую вы имели. Ну, где-то это может быть 70%, где-то может быть 40%. Если вы удачно купили земельный участок, правильно выбрали проект, и самое главное, вы ведете строительство, то есть, идете по чек-листам, нанимаете сами бригады специалистов, принимаете у них работу, опять-таки, по чек-листам, то тогда добавленная стоимость будет не менее 100%. Если вы нанимаете подрядные организации строительные, то, соответственно, они заложат свою маржу тоже в это дело, доходность будет ниже, но все равно в целом она будет не менее 50%, либо, если вы строите быстро, четко, то это до 100% годовых может дойти, и даже выше, если вы используете ипотечные плечо. Там, соответственно, доходность будет считаться не на всю сумму строительства, а на ваши вложения, что составляет примерно 30%, остальные 70% это, в общем-то, ипотека, предоставляемая банком. Что касается инвестиций в частное строительство, я уже говорил, здесь количество людей, которые хотят купить готовый дом, не заморачиваться со стройкой, с каждым днем, с каждым годом растет, растет и растет, даже, можно сказать, в геометрической прогрессе. Поэтому, как раз-таки, для этих людей на этом рынке и предстоит работать. То есть, вы будете создавать продукт, если воспользуетесь этим способом заработка, именно для этой категории наших граждан. С чем это связано? Ну, во-первых, удаленка позволила сейчас все большему количеству людей не ездить в город на работу, а сидеть у себя в своем особничке где-нибудь в 30-40-50 километрах от города и заниматься удаленно, дистанционно своими рабочими процессами. И так, чем еще инвестиции в строительство загородных домов, почему они востребованы? Те люди, которые уже получили вкус и научились управлять рисками, связанными с вложениями в загородку, они понимают, что это достаточно надежный актив, потому что земля, это есть земля, она никуда не денется, ее не унесешь, ее не разрушишь, ее не как-то, она не исчезнет, она стоит и стоит. Поэтому, а выкладывайте в эту землю, то есть часть денег у вас уже в земля, в коммуникациях, и часть денег собственно в том продукт, который вы будете создавать. Ну и возможность ипотеки сейчас, конечно, очень и очень сильно расширила клиентскую базу, то есть люди, имея там, которые имеют возможность собрать там 2-3 миллиона рублей, идут в банк, получают еще недостающие, там 6, сейчас уже можно получать, ну, больше сейчас, в принципе, можно получать и больше, но по льготной, можно получать 6 миллионов, как правило, все стараются вложиться в льготную ипотеку, соответственно, это уже домик формата, там может быть 90-100 квадратных метров, если вложить чуть больше, это уже может быть и 130-150, а если использовать все-таки технологии строительства самому, то можно за эти деньги построить дом 130-150, до 200 квадратных метров, подбирая правильно материалы, подбирая правильные технологии, подбирая правильно подрядчиков строительства. При инвестиции в частное строительство что необходимо учитывать? Ну, прежде всего, особенности расположения, когда вы выбираете земельный участок, это районы и ближайшая инфраструктура, то есть, люди покупают дом и очень сильно смотрят на то, где находится дом, в каком поселке или где эта земля находится, какие у вас соседи, какие дороги, какая есть социалка рядом, детский садик, школа, больницы, магазины какие есть, или наоборот, им хочется уединения, то есть лес, река и никого. То есть, надо понимать, для кого вы строите, в каком месте строите, и очень тщательно ориентироваться при выборе земельного участка именно вот еще на эту инфраструктуру. Дальше необходимо учесть особенности планировки и этажность дома. На сегодняшний момент самый популярный это все-таки одноэтажные дома, как ни странно, и планировка, которая сейчас практически является трендовой, это объединенная кухня, столовая, гостиная, это три спальни, это не менее двух санузлов, это наличие террас, лучше крытых, это окна, полпотолок. Все это позволяет спокойненько уложиться вот в этот ценовой сегмент, и самое главное заработать на продаже, то есть продать дом достаточно быстро, потому что ваш дом будет выделяться среди окружающих. Зарабатывать на это можно там до 170, до 200% годовых, дальше в кейсах я это покажу. По какой схеме мы работаем? Значит, купил земельный участок, ну, скажем так, вот один из кейсов на память сейчас разберу, там полтора миллиона рублей стоит земля, дальше оформляется ипотека на 6 или там на 8 миллионов в зависимости от того, в каком регионе какой дом строим, ну, 6 миллионов попадаем под льготную ипотеку, соответственно, если уложили 8, то это полтора миллиона земля, 8 миллионов построили, 9,5 миллионов затраты, ваших вложений порядка трех миллионов рублей. Продажа дома реально такой вот, ну, в кейсе у меня все прописано, там более досконально, более чет, это на живом примере. Продажа такой дом реально за 14 миллионов рублей. после этого, после того, как заплатите там комиссию агенту, вычете расходы, которые вы понесли за ипотеку, по ипотеке за эти там 6-8 месяцев, вы получаете, что вы заработали порядка там 4 миллионов рублей. То есть, вложив 3, вы заработали 4. И это за 6-8 месяцев. Но реальный заработок реальный. Почему бы не воспользоваться? На своем курсе я буду обучать инвестициям в загородную недвижимость. Поэтому я считаю, что вот этот вариант он является на сегодняшний день реально востребованным. Он реально принесет доход. И опять-таки здесь очень важно следовать по шаговке, которая есть. Тогда вы дойдете именно до того финиша, который вы сами себе наметили в самом начале строительства. Если вы будете ну, скажем так, закрывать глаза на что-то, даже если вы там просто подрядчик у вас или там бригада, с которой вы заключили договор, у него кладывается в срок, прописывайте штрафные санкции, штрафуйте. Один раз штрафуйте на небольшие деньги, они будут понимать, что с ним не шутят. И, соответственно, будут стараться в следующий раз предпринять все для того, чтобы не нарваться на штраф. Кто же захочет терять свои деньги? Вот из таких мелочей складывается весь процесс строительства. Материалы, проекты, технология строительства, этапность строительства, своевременность поставки материалов, отсутствие окон простоя, правильная приемка. Необходимо разобраться, допустим, если вы строите сейчас самый быстрый способ строительства сейчас это каркасные, блочные, там модульные дома. Там очень важно, как правильно подбирается мембрана. Чтобы мембраны не перепутали ветрозащиту с влагозащитой, с пароизоляцией, вернее, чтобы скотч, которым проклеивают, был не самый дешевый, который потом отслоится и держать не будет. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Очень много нюансов. Все эти нюансы позволяют вам проконтролировать все этапы строительства и, самое главное, убедиться, что ваши подрядчики не косячат. Вы не сами руками будете собирать все, будут собирать какие-то бригады, либо специалисты, либо это будет какой-то там шеф-монтаж. Так вот, просто правильно принять эти работы, имея на руках чек-лист, это просто, доступно, практически, для любого человека. И, самое главное, в этом случае вы будете обезопасены, и ваши будущие покупатели будут видеть, что, во-первых, вы принимали, потому что вот эти работы приняты, вот фотофиксация, вот так, а во-вторых, они потом вас просто не будут мучить звонками о том, что здесь просел утепли, пулкал промерзает, здесь из окна дует, потому что герметик или там пена недоуложена, или там накладки выполнены неправильно, прибиты. То есть, вот такими нюансами вас просто не будут потом доставать, будете спать спокойно. Так, ну, в целом, наверное, для такого обзорного видеоурока я сказал достаточно много. Если вы хотите получить более подробную информацию, то можете написать, и вам придет ссылка на покупку мини-курса. Он небольшой, там всего шесть уроков, но они все по существу, по делу и рассказывают о нюансах как выборе земельного участка, так и выборе подрядных организаций технологий, строительства материалов, как можно зарабатывать. И там самое главное есть разбор живых кейсов. То есть, я взял три примера. Один пример это Тюмень, Западная Сибирь, один пример это Подмосковье и один пример это на юге. Взял город Ставрополь. Так вот, там проекты реализованы в 23-м году. Все до копеечки учтено. Сколько денег ушло на покупку земельного участка, сколько ушло на подключение к сетям, на покупку проекта, на подрядчика, на закупку материалов, на продажу, на комиссию риэлтера, и сколько в результате получился доход. Живые проекты, живые кейсы. Посмотрите, очень интересно. Вы поймете, сколько на этом можно зарабатывать. И о том, что это абсолютно живая и очень интересная тема. Но сравнить даже с инвестициями просто в валюту, как вот у нас традиционно мы привыкли, да, есть где-то ну не излишек, а появилась какая-то копейка. Пошли, купили доллары, положили под матрасы. Самый простой способ сохранить деньги. Но на самом деле это такая инвестиция достаточно сомнительная. Во-первых, инфляция по доллару составляет от 3 до 6% годовых. То есть доллар сам по себе как бумажка обесценивается. Во-вторых, выхождение валюты в нашей стране так себе, ну то есть, грубо говоря, сохранить деньги можно, но 3-6% в год вы все равно потеряете. Если вы умеете как-то инвестировать и оборачивать деньги через крипту, ну, наверное, там тоже есть определенные виды заработка, доходности, но я эту тему не рассматриваю. Можно зарабатывать на новостройках, но смотрите, в этом году такая специфика, что сложился огромный навес новостроек. То есть, нераспроданных квартир сейчас просто миллионы. И, соответственно, когда их выбросят на рынок, мы не знаем. Дальше доступность ипотечных кредитов стала, то есть, льготных кредитов стала меньше, сумма по льготным кредитам стала меньше. Процент первоначально взносов увеличился. Таким образом, ипотечники на рынок новостроек идут значительно меньшими шагами и колоннами. Поэтому сейчас застройщики будут принимать достаточно серьезные меры для того, чтобы продавать этот миллион квартир, которые они строят каждый год. Соответственно, будут предлагать разные скидки, разные бонусы. И не факт, что квартира, купленная на старте, на котловане, будет стоить дороже, чем квартира на финише дома со скидками от застройщика. Вполне возможно, что вы то на то и получите. Но только вам еще придется заплатить какие-то налоги, плюс деньги во времени стоят денег. Флиппинг достаточно, как я уже говорил, интересная тема вложения денег в ремонт, покупка, допустим, квартиры на вторичке. Но здесь очень правильно надо выбирать квартиру, окружение, подъезд, соседей. Дальше, грубо говоря, с бабушкиным ремонтом покупаем, все выносим, делаем современный ремонт и после этого продаем на эмоциях. Восстаребованная очень вещь, популярная, но мне кажется по напряженности и по геморрой, который она принесет, по вашим нервным затратам это даже повыше, чем устроить дом. Потому что на квартире, во-первых, более тщательно надо подбирать подрядчика, который занимается ремонтами, во-вторых, очень много нюансов возникнет по ходу дело, которое от вас вообще в принципе не зависит. Ну, скажем так, протопило, сосед сверху не перекрыл, допустим, вернее, как у меня недавно было, соседи сверху уехали в Таиланд, оставили окно в открытом, а были достаточно большие морозы, соответственно, комната остыла, стояки замерзли и прорвало. И соседи пролили где-то этажей, наверное, восемь в доме. Соответственно, заливало так с потолка, лило, что, ну, они галили ремонт, надо делать сейчас нуля. Ну и, соответственно, вы рискуете попасть тоже в такую ситуацию. Плюс есть много факторов, которые от вас не зависят. Когда был сделан ремонт в подъезде, будет ли делаться ремонт, что там с окружением дома, индустриально либо там нормальная социалка развита. То есть, и, соответственно, люди, которые придут смотреть уже готовые квартиры, они будут на эти факторы тоже ориентироваться. То есть, здесь 50% это как бы окружение, 50% это хороший качественный ремонт. Ну, заработок во флиппинге есть, но, на мой взгляд, где-то раза в два пониже, чем в инвестициях в загородку, в строительство индивидуальных жилых домов. Где еще недвижки можно зарабатывать? Ну, готовый рядный бизнес, так называемые габы. То есть, это люди покупают помещение под коммерческую недвижимость, ну, допустим, там, в новостройке. Потом сдают его в аренду хорошему арендатору и потом продают за, там, от 9 до 12 процентов годовых аренд можно продать этот бизнес. В принципе, неплохая вещь, но здесь очень много своих нюансов и важно попасть в правильного арендатора. То есть, есть такие арендаторы, от которых шарахаются и с которыми не хотят покупать никакую недвижку будущие покупатели габов. Есть такой даже уже класс у нас людей сложился, которые покупают готовый рядный бизнес. Вы можете купить готовый, можете создавать его сами, но вот рассчитывать на то, что у вас доходность будет 15-25 процентов годовых, не выше. Согласитесь, это на порядок ниже или в разы ниже, чем можно зарабатывать на загородной недвижке. Еще раз акцентирую ваше внимание, сейчас самое-самое время. То есть, во-первых, востребована услуга, то есть люди хотят ехать за город и люди хотят покупать готовое. Во-вторых, есть уже сложившийся целый пол проектов готовых востребованных домов. В-третьих, есть подрядчики, включая индустриальное строительство, которые быстро и четко и по уже отработанным технологиям строят готовые дома. И в-четвертых, есть ипотечная поддержка, ипотечное плечо. Оно работает и это позволяет людям покупать, покупать, покупать свои загородные дома, переезжать и жить в них и радоваться. Вот совокупность этих факторов, как раз-таки создает уникальную нишу и окно для возможностей. Здесь и сейчас. Попробуйте. По крайней мере, можете курс стоит там абсолютно небольших денег купить, почитать, посмотреть, понять, нравится вам это, не нравится, заходит, не заходит, востребовано или не востребовано. И, соответственно, после этого сделать для себя войдет. Пойдете вы эту сферу или не пойдете. Ну, а так практически все-таки все семьи рано или поздно приходят к тому, что они хотят иметь загородный дом до постоянного проживания или дачи. Поэтому в любом случае, если даже не на продажу, то для себя вам эта информация будет полезна. Обратите на это внимание. Ну, сейчас бы я с удовольствием ответил на вопрос, время подходит к концу. Сейчас хотелось бы понимать, у кого какие вопросы. Итак, есть ли риски, а какие риски могут ожидать, если инвестировать в загородную недвижимость? Ну, риски, естественно, есть в любом бизнесе, в любом инвестиционном цикле, чем бы вы ни занимались, есть риски. Соответственно, риски в загородку тоже существуют. Среди них я бы обратил внимание на что? Во-первых, некачественный подбор замельного участка, то есть, возможно, что рядом с вашим участком скоро будут прокладывать хорошую автостраду. И, соответственно, будет очень-очень шумно. И такой дом, ну, с трудом вряд ли кто-то купит. Следующий риск, на что бы я обратил внимание, опять-таки, связан с неправильным подбором земельного участка. И, соответственно, вы не понимаете, что у вас находится под землей, а также какие обременения, ограничения существуют. Может быть, вы находитесь при аэродробной зоне, может быть, вы находитесь в зоне влияния свалки или еще чего-то. Соответственно, купив землю, вы можете просто потом зависнуть и не понимать, что с ней делать. Неправильный выбор проекта строительства, то же самое. Экономия на материалах, ну, грубо говоря, построить из говна и палок, а потом мучиться с продажей. Потом, даже если удастся его кому-то продать, втюхать, то, соответственно, вас просто потом замучают претензиями, судебными, низкими и прочими, прочими, делами. Так, что из вопросов? Да, я еще обещал разыграть 5000 рублей в качестве приза. Если кто-то угадает, ответ на вопрос. Я опубликовал две фотографии, на которой изображены устройства для балансировки, то есть, это такая доска на ролике и, соответственно, сам ролик. Вот, я задал вопрос, как эти два простых предмета помогли мне в том, что я, вернее, как они помогли переориентироваться, как они изменили мою жизнь в последнюю неделю. Один человек в Инстаграме отгадал, поэтому, в принципе, первые 5000 рублей ушли туда. Ну и вторые я обещал разыграть здесь, если кто-то ответит на этот вопрос, или уже потом методом простой рулетки. Итак, посмотрим ответы, пришли они или нет, если у кого-то ответ на этот вопрос. Так, читаем. Да, вот еще, извиняюсь, не ответил на вопрос. если говорить про инвестиции в строительство дома, есть ли какие-то перспективные страны для этого, помимо РФ, но я думаю, что неплохо, точно так же можно зарабатывать на рынке Казахстана, Белоруссии, другие рынки, я просто не знаю. Можете ли вкратце рассказать про свой дом, считаете ли вы инвестицией, но я строил дом, у меня была такая история, хотел там жить со своей семьей, но, к сожалению, у меня так получилось, что семья распалась, и поэтому я его продал, и, соответственно, потом второй дом построил для себя, но тоже его сейчас выставил на продажу, потому что мне нужны деньги для развития бизнеса, связанного как раз таки с тем, что мы создаем очень интересный такой продукт на базе искусственного интеллекта, который будет строить дома, ну, практически по всей стране для людей, дома любого класса, любого уровня, любой степени сложности. Такой интересный продукт, и, соответственно, он требует достаточно больших вливаний инвестиций, поэтому я свой дом сейчас с этой целью и продаю для того, чтобы мне этот продукт довести до конца, и в августе мы его запускаем, то есть мы уже начинаем работать пока на территории Московской области, Московской региона, может быть, Санкт-Петербург или Ленобласти, ну, и дальше потом пойдем по всей стране расти. Из каких ресурсов найти хороших специалистов? Ну, я своих ребят искал на профи, на авито, встречаешься, разговариваешь, смотришь, даешь пробный кусочек, если справляются, то, соответственно, идем дальше. Мне эти два ресурса помогли закрыть практически все мои потребности в кадрах. Так, может у вас есть что-то, что вы могли предложить, может заплатный, например, курс? Да, конечно, я как раз рассказываю, курс есть, и мы скоро начнем, ну, по крайней мере, сейчас первый мини-курс вы можете купить, он там будет стоить совсем небольших денег. Так, 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 так. Так, так, так. Дело в том, что риски в загородной недвижимости я действительно подробно рассматриваю на уроках, это и в основном курсе, и мини-курсе идут, их на самом деле очень много рисков, и о них просто надо знать, и надо знать, какие превентивные меры надо принять, чтобы не нарваться на ту или иную неприятность. Соответственно, я рассказываю из своего опыта, так как я строил больше 30 лет уже, и построил более 700 объектов, ну, поверьте, опыт достаточно богатый. Плюс еще есть опыт ребят в моей команде, и, соответственно, мы, а также смотрим опыт коллег, адсорбируем его, и тоже о нем вам рассказываем. Поэтому, поверьте, рисков много, но всех их можно учесть, ну, за исключением, может быть, каких-то геополитических рисков, о которых мы с вами знаем, о которых мы недавно с вами нарвались. Ну, соответственно, здесь никто не застрахован, ни одна страна мира от этого не застрахована, ну, в том числе. Так. Ну, ребят, я ответил на все вопросы, с удовольствием бы ответил еще дальше, если бы они были. Итак, никто так и не ответил на мой вопрос, как два этих предмета помогли мне за последние, там, недели развернуть бизнес, открыть два новых направления. хорошо, я сейчас отдавать ответ на этот вопрос не буду, я запишу рилс и выложу его в инстаграме и такой небольшой шорт в ютубе, поэтому, если кому это интересно, вы можете там посмотреть. Хорошо, тогда надеюсь, информация была для вас полезна, надеюсь, вы что-то, может быть, новое узнали для себя, или, по крайней мере, о чем-то задумаетесь после просмотра этой трансляции. Желаю вам удачи в ваших основных делах, в вашем основном бизнесе, ну и подумайте над тем, что я сказал. Если вам это будет интересно, приходите, с удовольствием продолжим с вами диалоги. Всем хорошего дня, всего доброго.